33-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева в этом году все же состоится. Старт самого энергетического и взрывного бренда творческого Татарстана наступит 17 декабря. В программе 4 спектакля Республиканского оперного театра и 2 гастрольных. Приглашены и иностранные исполнители, которые работают в столичных труппах. Подробнее Дмитрий Пивоваров. Как известно, Шаляпинский фестиваль в этом году состоялся, однако пандемия нарушила республиканский фестивальный ход и заставила замолчать на некоторое время творческое волеизъявление. Ранее министр культуры Татарстана Ирада Йопова заявляла, что Нуреевского не будет и приезд в Казань иностранных артистов пока невозможен из-за пандемийного роста. Однако найдена золотая середина. Фестиваль состоится в последний месяц этого года. Отчасти это связано и с приостановкой гастрольно-международной деятельности до будущего года, скорее всего, осеннего периода. Эта пауза позволила сверстать афишу и составы исполнителей, которые работают в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Коллектив кремлевского балета из Москвы дважды покажет спектакль Руслана Людмила. Творческие связи двух театров начались еще с балета «Эсмеральда», поставленного в Казани худруком кремлевского Андреем Петровым. Руслану Людмилу будет показан в Казани впервые. К сторожилам фестиваля можно отнести и театр танца Бориса Эйфмана. Он вновь появится в нашем городе под Рождество и покажет Анну Каренину. Национальная классика «Балет Ярулина Шуралей» придет в исполнении республиканских артистов. В Дон Кихоте можно увидеть одного из самых востребованных артистов нашего времени – Ивана Васильева, а также Марию Виноградову и Егора Алферова. Чем можно взять отрицательных персонажей Левко? Впервые в Казани выступят солисты Большого театра Ольга Смирнова и уроженец Италии Якопа Тисси. Последний уже известен по ряду публикаций, работе в модельном бизнесе и ряде телепрограмм. Русско-японский танцовщик Марк Чино выступит вместе с этой парой в «Лебедином озере». А еще одного фестивального гостя Ким Кемина увидим в Байдерке. Как нам сообщили в театре, сделать репертуар не составило труда. Артисты сдадут тесты и приедут во всеоружии. Следующий фестиваль намечено провести традиционно на будущий год в мае – Шаляпинске в феврале. Так что есть стимул, чтобы поддержать себя в тонусе и творческом равновесии. Будьте всегда здоровы! Дмитрий Пиаваров, Телеканал Эфир.